МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 6 новых больных за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Высокие гости, депутаты Государственной Думы посетили Саров. Популяризация предпринимательства в Нижегородской области стартовала новая антикризисная программа по развитию бизнеса. Далее расскажем по всем подробно. Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Кроме того, именно диабетики имеют наиболее тяжелые осложнения при COVID-19. Хуже приходится только тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В качестве осложнения после болезни у диабетиков могут быть проблемы с почками, инсульты, инфаркты миокарда, ухудшения зрения или иммунной системы. Специалисты также установили, что инфицированные коронавирусом с диабетом в 6 раз чаще нуждаются в госпитализации. В России диабетом больны почти 5 миллионов человек. В нашей стране продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии. В Санкт-Петербурге с 27 июля возобновляют работу торговые центры, заведения общепита и туроператоры. Детские сады открываются для свободного посещения. В северной столице снимаются ограничения на проведение экскурсий. В торговых и торгово-развлекательных центрах смогут открыться бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли, оказания услуг, при наличии обособленных помещений и торговых залов. Откроются детские игровые комнаты как в торговых центрах, так и в заведениях общественного питания. Объекты развлечений и досугов в торговых центрах пока остаются закрытыми. Сохраняется запрет на розничную торговлю, оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и местах общего пользования. На Камчатке разрешили работу фитнес-клубов с соблюдением требований Роспотребнадзора и оказания плановой медпомощи. При этом среднесуточные темпы прироста инфицированных на полуострове пока остаются на уровне около 1,2%. В Нижегородской области новых больных каждый день выявляют все меньше, а коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться. При этом фитнес-клубы, кинотеатры и развлекательные центры у нас пока открыть не могут. Согласно новым послаблениям, которые губернатор Глеб Никитин внес в указ о введении режима повышенной готовности, разрешено работать открытым террасам и верандам кафе в парках. Но пока они смогут торговать только едой и напитками в промышленной упаковке. Кроме того, в спортивных сооружениях, объектах спорта без массового посещения теперь можно будет проводить тренировки детско-юношеских спортивных команд. Однако для них действуют ограничения по числу участников до трех человек в закрытых помещениях и до семи на открытых площадках. Что касается соблюдения режима самоизоляции людьми в возрасте 65 лет и старше, имеющими работу, то они вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля до 9 августа. По состоянию на 27 июля в регионе зарегистрировано более 23 тысяч случаев заболевания COVID-19. А за последние сутки выявили 188 новых больных. Всего выздоровели около 18 тысяч. Умерли 368 нижегородцев. 24 июля из Дивеева по распоряжению губернатора сняли карантин. Сейчас в селе идет подготовка к празднованию серафимовских дней. В официальных группах Канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, преждевременно ли сняли карантин. Больше половины респондентов считает, что да. Эта тема неинтересна 26% опрошенных. 15% выбрали вариант «давно пора было снять». В Сарове количество вновь выявленных зараженных продолжает падать. За выходные прирост составил 6 человек. При этом за последние сутки не появилось ни одного нового больного. Всего за время эпидемии диагноз COVID-19 поставили 889 жителям города. Из них выздоровели уже 572 человека. От ковидной пневмонии скончалось четверо. Из тех, кто продолжает болеть, госпитализированы 42 человека. Из них 35 лечатся в инфекционном отделении КБ номер 50. Один человек в тяжелом состоянии. И семеро саровчан госпитализированы в полмц. Двое в тяжелом состоянии. Свободный коечный фонд у нас стандартно более 50%. И это не важно, в каком именно месте они находятся, эти койки. И эти вопросы у нас тоже есть. Правда ли, что закрываются койки конкретно в таком-то здании, на таком-то этаже и так далее. Вот даже не пытайтесь вникнуть во все эти проблемы. Ими занимаются квалифицированные люди. Я только вас могу успокоить и сказать, что свободный коечный фонд, то есть те койки, которые предназначены для лечения больных с COVID-19, их всегда более 50% свободно сейчас. И они готовы принять людей. Окончательно решено, что летние лагеря «Березка», «Лесная поляна» и «Гайдар» работать не будут. Прорабатывается вопрос организации досуга детей на дворовых площадках. Весь персонал, который будет работать со школьниками, протестирует. Депутаты Государственной Думы Денис Москвин и Сергей Шаргунов посетили Саров. Последний пишет книгу о нашем городе к 75-летию атомной отрасли. Гости посетили Музей ядерного оружия, пообщались с академиком РАН Юрием Трутневым, встретились с представителями саровских СМИ. О том, какие вопросы обсудили на пресс-конференции, расскажем в следующем репортаже. Поводом для визитов Саров депутатов Государственной Думы послужило грядущее 75-летие атомной отрасли. Книгу, приуроченную к этому событию, взялся написать Сергей Шаргунов с подачи Дениса Москвина. Должно быть, по уверению автора, не просто подарочным изданием. Книга будет доступна всем, ее разнообразят живыми историями. Также во время визита Сергей Шаргунов снял сюжет для своей авторской программы «12». Особенно, конечно, важно было побеседовать с Сергеем Алексеевичем Трутневым. Он, кстати говоря, зритель этой программы и знает меня. Это был такой очень серьезный доверительный разговор. И что-то было под записью, и просто было еще и личное общение. Он поделился и своими размышлениями, и переживаниями, и чаяниями, и надеждами. Конечно, человек невероятно легендарный. Кроме того, депутаты ответили на вопросы журналистов, касающиеся жизни города. В том числе, речь шла о реализации мусорной реформы и внедрении раздельного сбора мусора. В первую очередь, считают депутаты, нужно просвещать население. Объясняют, зачем нужно сортировать отходы. Рано или поздно это станет константой, нормой. Но для этого должно, во-первых, пройти время, во-вторых, государство должно в этом смысле потрудиться, используя инструментарий, который, безусловно, есть. Что касается ФОК, строительства которого нам обещал еще прошлый губернатор Валерий Шанцев, то судьба его пока неизвестна. Из-за пандемии денег на такие объекты в области нет. Проекты, которые мы планировали, сейчас отложены. Но это вопрос номер один лично в моей работе по Сарову. И губернатор, конечно же, в курсе. Мы с ним разговаривали об этом и на встрече с горожанами он это упоминал. Поэтому будем добиваться и будем рассматривать различные варианты для того, чтобы этот объект появился. Подробнее о пресс-конференции Сергея Шаргунова и Дениса Москвина смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе. Четыре нижегородских вуза названы лучшими в России в этом году согласно рейтингу «Национальное признание». В список попали ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева, Нижегородский государственный педагогический университет имени Минина и Приволжский исследовательский медицинский университет. Всего в рейтинг вошли 160 российских вузов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России ввели уголовное наказание за нелегальный техосмотр. Об этом со ссылкой на изменения в уголовный кодекс сообщает российская газета. С 27 июля под новую статью могут попасть предприятия, которые работают без документов. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или даже арест. Напомним, сейчас машины не старше трех лет полностью освобождены от обязательного технического осмотра. Автомобили от трех до семи лет должны проходить его раз в два года. Машины, которым больше семи лет, ежегодно. Владельцев земельных участков проконсультируют по телефону. В понедельник 3 августа Управление Росреестра по Нижегородской области проведет горячую линию. Специалисты ведомства расскажут об особенностях кадастрового учета земельных участков при уточнении их границ. Звонки будут принимать по номеру 8 831 619 7031 с 10 утра и до полудня. В Нижегородской области стартовала новая антикризисная программа по развитию бизнеса «Популяризация предпринимательства». Проект позволит жителям региона улучшить предпринимательские навыки и получить поддержку в реализации бизнес-идей. Автор 10 лучших проектов получит сертификаты на поддержку. Подробности в следующем репортаже. Получить деньги и поддержку наставников для реализации своих бизнес-идей. Такая возможность есть не только у предпринимателей, но и у тех, кто не имеет такого статуса. Реализовать свои задумки можно в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Будут выбраны 10 финалистов, которые уже переходят во второй этап, в котором будут дорабатываться заявки, упаковываться бизнес-идеи. И на выходе мы получим нескольких победителей, которые получат ценные призы. Проект дает шанс продвинуть новаторские идеи новичка. Опытным предпринимателям помогут продвинуть и перестроить свой бизнес, вывести компанию на новый уровень. Для этого предусмотрена менторская поддержка в рамках программы «Бизнес-наставничество». В этом случае предприниматель может сам выбрать себе наставника. «Это может быть успешный предприниматель из аналогичной сферы деятельности, такой же, как у предпринимателя. Это может быть представитель инфраструктуры поддержки предпринимательства, региональных органов власти. И даже не обязательно привязка к региону. Возможно, это будет представитель федерального уровня. Принять участие в проекте может любой желающий старше 14 лет. Кстати, школьникам в этой программе уделено особое внимание. В игровой форме старшеклассникам расскажут об основах предпринимательства и финансовой грамотности. Подобное мероприятие уже проводилось в Сарове в феврале этого года и получило большой отклик у юных сравчан. По словам Евгения Калачева, департамент образования и департамент по делам молодежи и спорта уже прорабатывают возможности привлечения к проекту школьников. Ребята смогут понять, как можно свою идею оцифровать, просчитать, каким образом и где можно найти финансирование, каким образом можно просчитать свои будущие доходы, продвигать свой бизнес, чтобы остаться на плаву и реализовать свой проект максимально эффективно. Завершающим мероприятием проекта станет форум, в котором примут участие спикеры российского и международного уровня. Участие в проекте популяризации предпринимательства бесплатное. О сроках подачи заявок, времени проведения вебинаров можно узнать на официальном портале mybiznn.ru. Справочную информацию можно получить в колл-центре «Мой бизнес» по телефону 8 800 301 29 94 и 8 800 201 52 80. Сотрудник одного из офисов сотовой связи осужден за преступление, связанное с неправомерным доступом к компьютерной информации и нарушение тайной переписки с использованием служебного положения. С учетом признания вины ему назначили два года условно. Ранее за подобное преступление был осужден еще один сыровчанин, тоже работник офиса сотового оператора. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Подросток украл камеру на спор. Он залез на одно из зданий больничного городка на Маслихе, снял видеоприбор и скрылся в неизвестном направлении. При просмотре видеокамер было установлено лицо подростка, которому еще нет 16 лет. По данному факту уголовное дело еще невозможно, но проводится проверка. Во дворе дома 39 по проспекту Музрукова ребенок без присмотра оставил велосипед и спустя время его не обнаружил. Сотрудники полиции по горячим следам быстро нашли воришку. Им оказался мальчик, которому нет и 10 лет. Еще одна кража произошла в одном из домов по улице Лесной. Там есть камера видеонаблюдения, камера просмотрена, однако лицо не установлено. На камерах видно то, что молодой человек зашел в одной одежде, а вышел в другой. На дорогах города произошло 8 ДТП без пострадавших. Два водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В этом году один водитель уже отправился в колонию поселения на 10 месяцев. Еще один ждет приговора. В Сырове участились нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними. Кроме того, все чаще дети стали выбирать в качестве площадки для игр, крыши гаражей, заброшенные садовые участки и строительные объекты. Этим летом присмотреть за школьниками некому. Родители работают, а здравительные лагеря закрыты. Не было смены в пришкольных лагерях, не работают дворовые площадки, где обычно летом детей занимал педагог-организатор. Наша съемочная группа выясняла, как школьники проводят это лето. По данным ВЦОМ, из-за пандемии коронавируса планы на лето своих и своих детей были вынуждены изменить более 80% жителей страны. Вместо поезда к морю в санатории или лагеря ребята отдыхают в лучшем случае в деревне или на даче. Многие дети проводят лето в городе, и для родителей это стало большой проблемой. Как они организовывают детский досуг, и не пора ли открыть лагеря, сейчас узнаем у Суровчан. Как развлекаетесь сейчас детишек? Где-то на самокате, где-то на даче. Вот только так. Дача одно спасение, потому что там хоть какая-то движок. Просто ходим, гуляем по магазинам и на речку, пока есть время, пока тепло. Сами себя развлекают. Какие-то есть, ну, такие по удаленке лагеря. Идем на дорогу, там река рыбачить. Сами, ребята, расскажите, как лето проводите, чем сейчас занимаетесь, все же закрыто. Мы помогаем бабушкам, гуляем, играем. Когда лагеря закрыты, не очень, но вот недавно ездил отдыхать на реку Мокшу с семьей. То есть спасаешься сейчас отдыхом на речке, да? А так вообще целыми днями чем занимаешься? Да катаюсь, ездить с друзьями. Подростки чаще всего зависают в каких-то онлайн-проектах, онлайн-играх, связываются по онлайн-связи сейчас. В магазин выходят пообщаться. В отпуске сходим, стараемся на речку. Сейчас собрались в городской музей, записались предварительно по записи в художественную галерее. Хорошо открыто. А вот вообще от закрытия детских лагерей и прочего сами страдаете? То есть планировали детей куда-то отправлять? И вот в этом случае, как считаете, уже пора их открывать или пока еще не надо рисковать? И спортивные лагеря надо обязательно открывать. И другие лагеря, хоть дети немножко отдохнут и от нас, и мы от них родители устали просто. Я согласна. Давно пора, они уже соскучились. Я считаю, что можно открыть. Ведь дежурная группа есть, их же открыт. Они не открыты, дети ходят, ничего же. Там же дети уже устали сидеть дома, уже просятся вон старший. Хочу к деткам, хочу к друзьям. Пока родители решают, как развлечь своих детей в последний месяц лета, лагеря организуют онлайн-смены. Вариант спорный, учитывая то, что в таком случае дети проведут остаток каникул за экранами смартфонов и компьютеров. Успеет ли ребята попасть хотя бы на последние лагерные смены, зависит от решения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгения Шевцова, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова